Солнышко уже взошло, видно на горизонте, а летом оно всходит вот здесь или даже здесь, красота такая, вот они бриллианты, сверкают, природные, фокус на дереве, вот она красота, сверкает на солнце, замерзло окошко что мы тут, значит на улице мороз кем, кем, кем. Кем, 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 кем кем, кем Продолжение следует... 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 для того чтобы моя юбка продолжала вид трапеции то есть расширялась к низу я не стала брать 5 воздушных петель взяла 4 в общем здесь наглядно видно 1 2 3 4 то есть 4 петли и далее идет повтор 1 2 3 4 на схеме как я показала 5 петель и таким образом узор расширяется к низу и не суживают юбку это очень важно вот так на данный момент выглядит юбка у платья не смотрите что здесь широкая талия когда я начинаю вязать пояс стол талия сузится станет намного лучше так вот она смотрится на данный момент очень интересно что получится в итоге очень интересно ну что продолжим вязать осталось совсем совсем чуть-чуть половинка этого ряда и один ряд голубого низа да еще добавлю что конец этого узора схему которую я вам показала я вижу немножко по-другому так как тот вариант который указан на схеме немножко ее расширял растягивал и она вот так вот волнилась то есть низ этой этого воланчика волнился я поэтому переделала вот смотрите когда я продеваю сюда я провязываю всего лишь один раз на схеме же указано дважды провязывание вот как я сейчас делала два раза провязала но я делаю один раз таким образом получается именно четко по ширине так как мне необходимо как мне нужно и ничего не волниться держится именно так как нужно очень красиво вот вот сейчас видите как хорошо ровненько а если бы я вязала по схеме то она расширяла очень сильно растягивала прям вот так растягивала и и вот так вот собиралась таким образом то есть смотрелось некрасиво но мне не нравится поэтому я изменила вариант так постоянно делаю если что-то не подходит мне по схеме я его вернее ее эту схему меняю под себя так вот на схеме видно два плюсика у меня мышка так показывает крестик ну ладно вот это конец узора и как вы видите вокруг вот этого шарика два плюсика вернее не вокруг а между вот этими двумя шариками два плюсика стоит я их понимаю как столбик без накида и но провязываю один уже все покупают семена на следующий огородный сезон я тоже подумала что может быть заказать так как мы весной планируем уехать в россию к себе домой у нас там дом с большим участком и думала может быть уже семена купить но сегодня в одном видео узнала что они могут замерзнуть по почте ну думаю ладно подожду тогда сейчас вид зима и кое-где очень большие морозы возможно не стоит сейчас заказывать хочу по почте заказать потому что цена более выгодная получается чем на рынке 2 3 может быть даже более раз дешевле буду заказывать через интернет сразу на весь сезон для себя для мамы саша сварил борщ густой-густой тут он совсем не густой надо водички добавить но вкусный поверьте это очень вкусно чем больше ингредиентов в бульоне тем вкуснее суп секрет самого вкусного супа побольше ингредиентов секрет самого вкусного борща побольше свеклы побольше помидоров моркови в общем то на вот эту кастрюлю здесь 4 литра или 5 4 5 литров 2 морковки достаточно она придает сладость борщу картошки много лежит здесь в общем вкусные невероятно это что-то мы обожаем борщ который сами готовим это очень вкусно на улице до сих пор мороз это не снег это за ночь замерз как это называют конденсат замерзла вода конденсат конденсат кондена от слова кондена роса ночная роса замерзла на на крышах на кустарниках деревьях в общем везде где солнце посветило там уже все растаяло самое главное на солнечных батареях где они а вот они немцы сейчас во всю каждый дом закупает солнечные батареи вы там видите что буквально прошлой неделе поставили солнечные батареи где вот этот дом а вот 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 сейчас фокус фокус-фокус да буквально на прошлой неделе поставили еще миша бур новости германии сообщает что немцы активно закупают дрова дрова тоже как это называется которые электричество работает нагреватель мы с тобой умные самые умные люди на свете мы ничего не закупаем не имеется ввиду даже генератор кстати вот можно увидеть очень интересный момент церковь у нас церковь не хватает одного ингредиента у нас генерализм маслом и кстати воды немножко надо вот так три ложки масла и ну вот и все мое приготовление борща а чё это она хочу это это делать самый важный элемент они добавляют масло и воды теперь суп готов суши не вылится не у меня не по лицу смотри какой прозрачный стал красивый блестящий сейчас помешаем будем кушать и пробовать и укропчик ты забыл тоже положить не тебе не забыла я положил его но он почему мы в германии здесь в курточках ходим дома расскажи как было ты петерочник так и осталось 5 я уже начинаю нагреваться уже сколько часов уже восемь часов греюсь с собойской капустой борщ очень нам нравится готовили один раз и теперь повторяем так как его по-другому кучерявый ну я ее называю кучерявая там совойская совойская нага оригинальная у меня побольше обычно всегда наоборот и сметану или что-то это сливки из кешью лимончик можете оба ща побольше давай я нормально поменьше любишь личность лимончик все смотри вот и спрятался осталось провязать буквально один пролет а пряжа заканчивается и вот я думаю хватит не хватит а вы как думаете хватит или не хватит вот мне интересно совсем немного осталось да и придется представляете 20 сантиметров может не хватить а я все я надеюсь я надеюсь что хватит и вот мне интересно получится или нет так 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 Продолжение следует... Будет, конечно, чудо, если хватит прям впритык. Это, конечно, будет чудо. Но этого мне очень-очень сильно хотелось, пока я вязала последние вот эти пролеты. Вот эти пролеты, я их называю. Пролеты. Смотрела, как уменьшается моточек. Надеялась на то, хоть бы хватило, хоть бы хватило. Потому что не хочется связывать новую нить. Это узелок. И потом нить, эти оставшиеся нитки нужно будет прятать. А этого не хочется делать. Лишние узелки, лишние нитки прятать. Так. Поэтому очень надеюсь, что хватит. Но надежда есть. Поглядываю на нить. На моток. И надежда у меня есть, что хватит. Ой, должно хватить. Сейчас посмотрим. ! Охватив!? Да, это удивительно. Конечно, такого у меня еще не было, чтобы я заканчивала и одновременно заканчивалась нить. Такого у меня еще не было. Так, ну теперь я уже точно могу сказать, что хватает. Ужа, я закончила. Ужа. Так, подождите. А, ну да, правильно. Сюда. Как здорово! Так прекрасно. Все. Буквально осталось, сколько здесь, сантиметров 50 нитки осталось пряжи. Удивительно, конечно. Ой, так здорово. О, подраспустилась немножко. Ой, я очень счастлива, что у меня хватило пряжи. Все-таки чудо произошло. Пока вязала, думала, ну вот, чудо не произойдет. Нет, оно произошло. Это хорошо. Надо верить в чудеса. И они обязательно будут происходить. Потому что на самом деле мы частицы Бога. Всемогущие частицы Бога. Мы можем все. Нужно только в это верить. Ну все, я закончила. Ура! 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 А вот здесь последний рядок. Вот оно. Мне осталось довязать вот этот ряд. И еще один провязать. Тоже нить закончилась. Вот она. Буквально один ряд с небольшим осталось провязать, но нить закончилась. По этой причине я здесь так надеялась, так надеялась, что хватит. И хватило. В этот раз повезло. Или я спроецировала правильно. Или я спроецировала правильно. Я захотела чуда и оно произошло. Ура! 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 Ура!